Всероссийские соревнования Здравствуйте, Белла, спасибо за поздравление. Физически я бы сказала, что я была вполне готова для участия на этих соревнованиях. Эти соревнования были довольно весомыми. В них участвовала вся Россия. И для меня было сложно участвовать на этих соревнованиях, потому что физически я практически всегда подготовлена на любые соревнования. Но психологически, то, что большое количество соперников серьезных. И это, во-первых. Во-вторых, то, что я давно не участвовала на соревнованиях. Уже, скажем так, уже, наверное, 2-3 года. И в-третьих, то, что прям, когда был финальный поединок, в борьбе правой рукой, поменяли судью. Вот, когда я в финале боролась с девушкой из Северной Осетии. Соревнования тоже были в самой Северной Осетии, в городе Владикавказ. Вот для меня вот этот момент был сложным, потому что я начала... Если я вам скажу, что я не волнуюсь, вы же мне не поверите. Я всегда волнуюсь перед соревнованиями, как и все спортсмены профессиональные. Несмотря на то, что я знаю, что даже если я не выиграю, в моей жизни ничего не изменится в худшую сторону. В любом случае, я очень довольна результатом, потому что эти соревнования для меня толчок для участия на самом чемпионате России. И без участия на соревнованиях СКФО можно сразу поехать на чемпионат России, который состоится на следующий год, уже весной. И я хотела бы участвовать на этих соревнованиях. Но чтобы участвовать, конечно же, нужно плодотворно работать над собой, как физически, так и морально. А было помимо того, что вы майор полиции, старший инспектор отдела ПДН, много-много лет вы занимаетесь спортивной деятельностью, профессионально. Помимо этого, с недавних пор вы занимаетесь тренерской деятельностью. Наверное, мы сегодня все-таки больше будем говорить про спорт. И я хочу пойти к истокам и спросить у вас, что было главным толчком для того, чтобы вы пришли в спорт, в профессиональный спорт, именно в этот вид спорта. Во-первых, совмещать это очень тяжело, потому что у нас в полиции ненормированный рабочий день. И поэтому мы, можно сказать, допоздна, до поздней ночи находимся на работе, потому что объемы работы большие. И чтобы у руководства не было нареканий, приходится все поставленные задачи руководством выполнять в полном объеме, не только в полном объеме, выполнять их своевременно, четко. А что касается насчет тренерско-преподобательской деятельности, то есть ею я занимаюсь в ней рабочее время, в основном выходные дни. И у меня просто-напросто в рабочие дни, и даже вечером не бывает времени для этого. И вот, и, конечно же, дети, которые посещают мою секцию, им приходится подстраиваться под мой график, потому что по-другому мы и тренироваться не сможем. Вот. И как-то приходится, я с ними же работаю, и сама начала заниматься именно так же профессионально, как и раньше, спортом, потому что начала с ними работать. Если бы с ними работала бы, я не могу четко сказать, что я бы сама начала бы заниматься именно профессионально, для того, чтобы участвовать на всеразличных соревнованиях серьезных. А что послужило толчком в детстве, в юности? Толчком в детстве послужило то, что мой тренер, первый тренер, Богатурев Абухасан Анзорович, он также является основателем этого вида спорта в нашей республике. Он встретил мою маму, Чумаеву Фатиму Абдуловну, в городе, и спросил у нее, говорит, у вас, как я знаю, что у вас одна дочь, ну, давайте приводите ее ко мне на секцию, я буду ее тренировать. И с этого дня, прошло буквально вот несколько дней, как мы с мамой пошли в этот спортзал, и с того дня я редко помню, когда я пропускала тренировки. Кому бы вы из тренеров своих сказали бы особое спасибо? Из своих тренеров, конечно же, я хочу сказать большое спасибо своему первому тренеру, Богатуреву Абухасану Анзоровичу, то, что я вообще узнала, познала, что такое спорт, что такое соревнование. Он меня всему научил. Ну и, конечно же, и тренеру своему, с которым мы сейчас работаем, Узденову Умару Мусаевичу. С ним я уже начала работать, когда я уже начала участвовать на взрослых соревнованиях, то есть это от 18 и старше. И своим двум тренерам я хочу сказать спасибо и выразить свою благодарность. Было, назовите, пожалуйста, вот такой, наверное, переломный, важный момент в вашей спортивной карьере. Переломный момент, их было два, так скажем, два переломных момента, когда я после того, как участвовала на юниорах до 18 лет, эти соревнования практически всегда и везде я выигрывала. Можно сказать, я становилась первой. Ну, настал такой момент, когда я не совсем была как физически, так и морально подготовлена для того, чтобы участвовать на соревнованиях, то есть от 18 лет и старше. Это был для меня переломным моментом. Я думала, может быть, спорт это вообще не мое, может, уже дальше не стоит тренироваться, готовиться. И второй момент, когда я уже начала работать в органах, это был 2012 год, когда я уже хотела работать, подумала, что уже пора оставлять спорт, заниматься своей работой. А потом я поняла, что без спорта мне очень тяжело. Вы помните точное количество своих побед и поражений? Ну, сказать трудно так посчитать. Конечно, как и у любого, как и профессионального спортсмена у меня тоже бывали и выигрыши. Конечно, побед намного больше, чем поражений. Ну и бывали среди них поражения. Я бы не сказала, что для меня это были переломные моменты по той простой причине, потому что я, конечно же, сильно переживала после соревнований. Для меня это был толчок для того, чтобы больше заниматься, проводить, активизировать, так скажем, работу над ошибками. Но спорт я не думала бросать. Вот чтобы у такой хрупкой девушки, как вы, были такие сильные руки, помимо тренировок, что надо делать? Это питание, это какие-то особые упражнения? Нужно систематически посещать спортзал, не пропускать. В спортзале тоже нужно знать, какие виды упражнений делать для того, чтобы набирать хорошую форму физическую. И упражнений-то много, я не могу сказать, что они плохие, но нужно выбирать наиболее эффективные упражнения для того, чтобы они помогли тебе как можно быстрее набрать форму. Как я уже ранее говорила, питание, ну и сон. Сон очень важен, как на соревнованиях, так и в период подготовки. А вы можете назвать психологические приемы, свои личные, с помощью которых вы настраиваетесь на успех? Да, конечно, как и у любого другого спортсмена, есть свои моменты, когда я, будучи на соревнованиях, самое главное, это когда ты в пути, то есть ты уже выезжаешь на эти соревнования, ты не должен думать. Ну, по крайней мере, я не думаю о том, что я еду на соревнования, когда мы уже после взвешивания знаем, что на следующий день нам бороться, нужно максимально отдохнуть, нужно выспаться. Ну и также на следующий день я стараюсь хорошенько проделать ту работу, которую я должна сделать, то есть размяться, сделать пробежку. Потом я просто начинаю думать, даже если проиграю, я знаю, что в моей жизни ничего не поменяется в худшую сторону. И на каждый поединок я, несмотря на то, с каким соперником я борюсь, какой соперник передо мной, я ко всем готовлюсь одинаково серьезно. То есть у меня не бывает такого, что этот соперник, возможно, слабее, чем предыдущий или следующий. То есть с этим соперником я буду бороться, но не прилагая усилий. На самом деле ко всем я готовлюсь серьезно. Есть ли у вас спортивные кумиры или, может быть, даже соперники, которыми вы восхищаетесь? Ну нет, у меня таких нет. Я бы не сказала, что у меня есть кумиры. Но у меня есть поставленные цели, задачи, которых я хочу достичь. И я представляю себя в будущем, то, что я достигаю каких-то целей. Какую оценку вы бы поставили себе, если взять по пятибалльной системе в своем упорстве, в своем труде? По пятибалльной шкале я бы себе, конечно же, не поставила бы пятерку. Я бы поставила бы, наверное, четверку с большим минусом. Потому что всегда есть к чему стремиться. Как говорится, совершенству нет предела. Какова доля везения и труда в вашем деле? Может, есть те спортсмены, которым явно прям везет на соревнованиях, несмотря на то, как они готовятся. Даже если у них подготовка физическая слабая, может, есть такие спортсмены. Но у меня такого нет. Если я, допустим, серьезно не подготовлюсь на эти соревнования, я знаю, что я не достигну целей, из-за которых я на эти соревнования еду. Дайте, пожалуйста, конкретные рекомендации для тех, кто начинает заниматься вашим видом спорта. Я бы дала такие рекомендации. Несмотря ни на что, даже если бывают проигрыши друг за другом, не отступать. Всегда поставить цель. Самое главное, это нужно поставить перед собой цель. Или вообще, твое ли это спорт, хочешь ли ты заниматься этим видом спорта. И вообще, для чего ты этим занимаешься. Потому что есть те спортсмены, которые просто для себя, для того, чтобы физически быть крепкими, посещают мою сеть. Все такие тоже есть, но их очень мало. Есть также те, которые именно хотят достичь высоких спортивных результатов. Я бы им-то такие рекомендации дала. Несмотря ни на что, не отступать, поставить цель, идти к своей цели. И для этого делать все то, что от них зависит. А зависит от них многое. Допустим, если они не будут посещать систематические тренировки, то, разумеется, они не достигнут результата, каких они хотят. Ну что же было. Я еще раз поздравляю вас с этой победой замечательной. Конечно, я желаю вам дальнейших успехов в вашей спортивной карьере, в вашей работе. И спасибо, что были гости нашей программы. Спасибо вам.